Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущих всем приветища, всем доброго, бодрого утречка. Значит, ребята, Палыч сегодня пребывает в такой веселой теме, такой даже не то, что веселой теме, просто в возбуждающей теме. Сегодня такое произошло, такое произошло. Ну, во-первых, как написали подписчики Наташкины, типа, Егорка любит копаться в грязном белье, а вот сегодня покопается и прочее. Про труселя, про труселя, да. Сегодня сама судьба меня подвела к тому, чтобы мы с вами этот моментик обсудили. Даже скажу вам более того, сейчас мы поговорим с вами раз, заходим через где-то буквально 2-3 часа на канал, у нас, собственно, будет, говоря, вторая часть ролика, но вторая часть ролика будет чисто по комментариям, потому что комментарий реально ржака. Значит, ребята, перед тем, как мы будем с вами говорить про боксерские трусы, какие купила Наташка в мужском магазине, по-видимому, значит, с вас лайкос за видос, как обычно, подписочка, комментик, и мы с вами начинаем. Значит, ребята, сегодня захожу на последний видос, даже сначала не захожу, не так. Так, пишите вы мне в комментариях, Палыч, у Губривы Шоппин, она купила шмоток до 700 бачей, ну, 700 долларов. Я про себя думаю, 700 баксов, это ведь, по сути, если на рубли 7 из косарей, ну, минус чуть поменьше, на гривны, соответственно, сколько, умножаем на 2, на 2,5, это еще больше. Думаю, мама дорогая, что за эти деньги можно купить? Может, я на шубу купила норковую себе, Танюхе, ну, что такое хоть происходит? Захожу на канал и просто впадаю в осадок. Значит, даже просто, знаете, не включал еще ролик, мне было достаточно этого момента, с тем, что Кагубарева стояла на аватарке и держала в руках вот эти вот самые трусы. Я сначала подумал два момента. Думаю, либо это флаг, либо это, ну, такой, знаете, флаг Кельвин Кляй. Может быть, у Кельвина Кляя, она же купила не просто трусы, а трусы от Кельвина Кляя. Это Кляй, Кельвин, да, новомодные трусы, дорогущие, по-видимому. Наверное, вот там курки, штаны, сколько у нее, может, они стоили там долларов, так скажем, знаете, сколько, 200. А в остальном 500 стоили трусы Кельвин Кляй. Думаю, либо это флаг у нее от Кельвин Кляя, либо, думаю, это стринги. Вот честно, вам говорю, без шуток, поначалу подумал, что Наташа купила себе стринг. Да, думаю, ну, знаете, вот эта полоска белая, она как-то все это сливалась в общей картинке. Думаю, ну, Натаха, ну, смелая деваха. Мало того, что купила стринг, так еще их показывать на всеобщее обозрение. Вообще, прям сразу кровь запылала. Мужики, кто меня смотрит? Как вам, Танюха? Как тебе, мужики? Танюха, как вам, да? Я дологию не провожу просто. Ну, ты как подруга, понравилась, не понравилась? Потому что, ну, реально просто, знаете, вспоминается мультик, где там волк в мультике видел таких красивых красоток и сразу начинал выть. Вот то же самое Палыч сегодня испытал, когда увидел сестрицу свою. Вообще, в теме трусов, знаете, если говорить уже без шуток, без стеба, то мне кажется, это вот такая, как последняя самая движня, когда стоит показывать свои труселя на камеру. Да, многие блогеры этим пользуются, показывают труселя, чтобы в следующий раз пообсуждали, подписали комментарии и прочее. Сегодня в Убаре в это удалось. Поэтому, Наташка, лови все лавры тебе. Значит, вообще, а так, в следующем ролике, нахрена тебе чистые трусы? Иди, иди по пути меньшего сопротивления, вернее, большего. Показывай трусы народу с черкашами. Это, знаешь, как бы, больше еще будет хайпа, еще комментов больше и больше привлечет аудитория на твой канал. Ну, может быть, не привлечет, но, как бы, надежды всегда бывают. Значит, ладно, по поводу всех вот этих микромоментиков. Теперь по-серьезному говорим. Как только стоило мне увидеть сумали, какие привязала Губарева, у Палыча там сразу понеслись мысли с кокунами. Подумал, ну, предыдущий ролик, там, где, типа, Танюха покупала себе шмотки, Сонечке покупала. Вы не находите какую-то общую тенденцию, что те купили одежду, эти купили, это купила одежду себе деду якобы. Но не может быть ли такого, что Губар купила и тем шмотки, и себе шмотки? Более того, показывает, значит, свои эти закрома, пакеты, начинает разбирать. В одном пакете лежит, там, сразу же кроссовки Танюхины. Вы мне объясните, вернее, объясни ты, Губарева, для чего чужая обувь Танюхина находится мало того, что у тебя в пакете, так еще у тебя дома. Это как просто так объяснить? Причем они объясняют всегда, что та живет у себя, у бабки Оли и все прочее, но при этом ее покупки находятся теперь на чту Губаревой. Ладно, касаемо этой кроссовок, хрен с ним. Значит, что еще купила? Ну, помимо того, что купила деду носков, самое, наверное, дорогое было в ее покупке, себе позаботилась, а деду как бы хрен на ны. Ни рубахи не купила, ни свитера не купила, никакого теплого, ни шапки, ну, просто банальный какой-то такой, знаете, мелочи. Понимаю, носки. Ну, носками одними, стыд не будешь, как говорится. Можно было что-нибудь посущественнее купить. Более того, почему-то своей зайке, она купила тапки, как и себе купила тапки. Мама дорогая, вдумайтесь на секунду. Купить тапки для того, чтобы ходить по дому. Ничего там плохого нету, я, естественно, ничего про это не говорю, но купить тапки, одна называет зайкой, другая называет мишкой. Купить эти тапки при этом, и при этом, при всем, самое главное, самое главное, что без конца ноет, денег нету, на уголь нету, на тон нету, на бензин, керосин, крыша, питоны, пауки, все приплетает, но при этом едет и тратится немалую сумму денег, хотя это брехня, что это не стоит 700 долларов, это стоит намного меньше, но предположим, что, поверим ей, да, тратит на те моменты, когда, казалось бы, все, тебе уже зима за задницу скоро кусать будет, потому что ни черта дома нету, ни отопления нету, ни банально дровных обычных нету, зато у нас есть белые кроссовки, я в белых кроссовках, как баба Коля там пела раньше, я иду такая вся, в дольче габана, ну так же это, вот знаете, белые кроссовки взяла, куда ты в них ходить-то собралась-то в белых кроссовках, говно мешать у курей, курятники, или да, она взяла белые кроссовки, ты ничего не знаешь, они теплые, на меху, будет ходить там чисто у нее и прочее, я вангую вам заранее, как все будет, да, ходить она будет в них и, возможно, будет чисто, но кроссовки сами чистыми отнюдь никакими не будут, кроссовки будут, ладно, в дерьме не будут, дерьмо, возможно, отскочится подошвы, но грязи, в разводах, в пятнах, они, извиняюсь, они, естественно, будут, никто их мыть, эти кроссовки не будет, поэтому дичь дичью. Касаемо, значит, всех этих шмоток, значит, что она купила, да, взяла штаны, да, взяла курку, вроде бы вещи такие нужные, как бы, понятное дело, но при этом ни стиля, ни вкуса, никакого нету от слова абсолютно. Такое ощущение, что купила, знаете, шмотки тупо на деда. Мужские, какие-то, я не знаю, темная одежда эта, ничего нету яркого в нем, ничего нету, такой какой-то изюминки. Говоря про труселя, это вообще просто отдельная песня. Не знаю, когда она там начала деснять, то, что она купила трусики, там, плавки, или как называла она их, по мне, это боксерские мужские трусы. Более того, размеры вот такие, как она сказала, парашюты, вы называли этого парашютами, это не парашюты, это назвала, более того, таких людей, кто называла идиотами, там. Ну, смотря на твои трусы, естественно, как бы, смотря, мы бы не говорили бы, если это не показывало бы, складывается одно впечатление, что купила их в муском ларьке. Либо они были по скидосу, либо, я не знаю, даже что, ну, просто даже не по скидосу, просто это, ребята, ближе, ближе к телу, ближе к духу, как бы, все, трусы купила мужские, на этом радости полно, булкой заживала, машина усела и поехала добивать кишку. Кофейку купить надо, и все, день на сегодня закончен. Хлопоты, естественно, тоже сделаны. Много сегодня подрудились, много работы сделано, уморилась, надо отдыхать, не высыпаюсь, и все в таком духе. А вы продолжайте дальше. Те, кто посмотрел меня с ее стороны, кого, кто написал про Палыча плохо, обозвал и прочее, вы продолжайте дальше донатить, а мы будем дальше смеяться и смотреть за всем происходящим. Значит, не переключаемся, как скажет Губарева, скоро увидимся.